В марте нынешнего года был возведен специальный модуль для диспансеризации. И с того момента его посетили уже порядка 50 тысяч человек. Логистика здесь настроена так, что врачи без проблем принимают довольно внушительное количество пациентов. Об этом депутату рассказал заведующий отделением медицинской профилактики ВКБ Борис Джорджиев. Где-то около 90-100 человек в день свободно проходит. Сейчас конец года, спад явки ожидается. Практически все население мы провели диспансеризацию. План стараемся выполнять. Визит в медицинское учреждение депутата Московской областной думы Владимира Жука не случайен. Забота о здоровье жителей Подмосковья – один из главных приоритетов в работе Мособлдумы. Насколько успешно работает программа диспансеризации. Есть ли какие-то проблемы, к решению которых необходимо подключиться. Таковы цели рабочей поездки Владимира Жука. Здесь консультирование по хроническим заболеваниям, запись на узким специалистам дальнейшее, или дальнейшее обследование, допустим, направление на фиброгастродуаденоскопию. Более узкие заболевания. Конечно, да-да-да. Модуль оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. Анализ крови, электрокардиограмма, флюорография и еще несколько исследований. Все это в соседних кабинетах, а значит и обойти специалистов можно в максимально сжатое время. Такие модули, их на самом деле два в Московской области, да, и будут расширяться, будут масштабироваться. Потому что практика хорошая, много очень проходит. И буквально за несколько месяцев это уже десятки тысяч здесь прошло. И, конечно, все это ведет к тому, что наши подмосковные жители будут здоровы, знать о своих болезнях и будут вовремя их лечить. Благодаря подобным модулям ассоциация процесса диспансеризации с очередями и большим количеством времени, которое нужно потратить на обход специалистов, уходит в прошлое, в чем убедился и Владимир Жук. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ. Максим Козлов, Видное ТВ